Вот. Вообще я не человек рецептов, я не люблю готовить по рецептам, я люблю готовить от балды. Так оно обычно и получается, но здесь именно, ну так было, по крайней мере, в Израиле. Здесь я стараюсь, конечно, делать какие-то, пробовать рецепты, но все равно очень много импровизирую. Меня очень много спрашивают, расскажите ваши любимые блюда, кто и что. Но я хочу вот в этом соотношении, вот я это говорю, все, быстренько заканчиваю. В этом соотношении я хочу сказать, что мы вообще, вот с Костей, у нас какие предпочтения в семье? У нас просто все разделилось. Разделилось на два фронта. Я пришла, мы когда с Костей познакомились, столкнулись просто две абсолютно разные семьи. А я люблю супчики, абсолютно разные супчики на воде. Мой папа их всегда называл змеиные супчики. И я их обожала, я до сих пор, я на этих супах, я могу просто жить. Как бы мне эти супы наливай с утра до вечера, я буду есть. Я очень люблю супы. И я очень любила гречневый суп. Я помню, наш первый год, мы когда с Костей начали уже жить, встречались, потом так жили по очереди. То у него вообще, ну, вообще жить и в комнате, то у меня. А потом уже, когда начали жить, естественно, ну, больше началось готовки совместной всего. Первые стычки. И тут у него я сварила гречневый суп. Он говорит, Инна, это что за такой суп? Я говорю, это, кстати, история, одна из историй нашей семьи, которых у нас много, но вот одна из историй. Это что за суп? Я говорю, это гречневый суп. Он говорит, Инна, я тебя умоляю. Вот с таким лицом вот он говорит. Ты просто больше никому не говори, такого супа нет. Не бывает гречневого супа. А я выросла, мы ели постоянно гречневый суп, как и с любой другой крупы, да? Говорит, Инна, это же невозможно есть, это помоем. Он говорит, это же свиньям такое можно давать. Он говорит, что ты приготовила? Больше не делай гречневый суп. Я его не люблю. И это была такая история, я как бы кровь, я орала, потому что, ну, я вообще помоложе была, я была просто вообще с цепи сорвана. Я орала вообще сразу, сразу. У меня не было там досчитать до 10, подождать, промолчать, уйти или еще что-то. Нет, это все с возрастом пришло. Я сразу орать начинала, защищаться. Да как ты ничего не понимаешь? Я выросла на таком супе, это вы там в деревне не ели супа, а я ела суп. Я из города, я лучше знаю. И, в общем, вот так у нас повелось, что я суп гречневый с тех пор ему не готовила. Но я очень люблю гречневый суп, я уже сколько лет его не ела. И мы как-то приехали к моей подруге. То есть это наши друзья, с которыми мы жили близко, друг, около друга несколько лет. И, в общем, дружим очень много лет. И они сейчас вот в Америке живут, эти наши друзья. И мы приехали. И они знали эту историю про гречневый суп. И Вика говорит, я хотела, конечно, сварить гречневый суп. Но так как Костя у нас утверждает, что супа этого нет, он его не любит. Это уже, чтобы вы понимали, с тех пор прошло лет 17 из этой истории. Это наши давние друзья. И мы с Костей тоже давние друзья. Поэтому эта история уже очень много лет. Она говорит, ну, я хотела сварить гречневый суп, но я вспомнила, что Костя не любит его. Точнее, он думает, что такого супа нет. Это она ему говорит. Костя смеется, потому что с тех пор уже было очень много раз эта история рассказана. И уже очень многие реагировали. Но кто-то говорил, что действительно такого супа нету. А кто-то говорил, да как нету, это самый популярный суп. Все-таки какие мы разные культуры. Мы приходим абсолютно из разных культур. И это очень интересно. Очень интересно, когда вот люди встречаются и каждый со своим багажом. Поэтому спустя такие большие уже годы, конечно, у нас какая-то своя вообще кухня. У меня вообще полностью кухня отличается от кухни моей мамы. Не потому, что она мне нравится. Я обожаю кухню мамы, но просто у меня не получается так же, как у мамы. Я делаю свои на свой лад. И те блюда, которые любил Костя в детстве, я их стараюсь делать. Они тоже, естественно, получаются совсем на другой лад. Но Костя уже привык к моей кухне. Но вот возвращаясь к вопросу, что мы любим есть, мы абсолютно разные. В этом плане дети с нами разделились. Я люблю, я могу есть салаты. Я люблю абсолютно разные смеси салатов. Любые. Не важно какие, не важно с чем, не важно, что будет добавлено туда с рыбой, без рыбы. С какой-то пастой, без пасты, с сырами, просто с овощами. Абсолютно любые я люблю салаты. И супы. Простые супы на воде, там, я не знаю, с консервами, с разными крупами, просто с овощами. Люблю супы. То есть мне дай супы, салаты, я буду довольна. Ну, желательно иногда, конечно, мяско поесть. Точно такая же и Габи. Габи обожает овощи, фрукты, все, что пасты. Она это может есть. Мясо она не очень ест. Она, я вот ей сколько даю, мясо, что-то рыбу. Только если это супер, действительно, что-то вкусное, там, копченое, она съест. А так, нет, она не ест. Она отложит всегда в сторону. Она даже прям не ест, она прям с тарелки выкладывает, не ест. И до наоборот. Он мясник. То есть вот это ему, да, мясо с утра до вечера, он будет есть мясо с утра до вечера, без всего. Конечно же, как и все дети, он любит все, что вот макаронное, там, картошка фри, которая, ну, у нас, в принципе, так, раз в месяц, в два я, может быть, там, жарю картошку. Ну, и когда мы путешествуем, естественно, картофель фри, мы покупаем этот френч фрай. Он не любит супы вообще. Если можно было их не есть, он бы их не ел. Единственное, в детстве он ел все. Он до трех лет у меня ел просто все, там, салат, оливье, все. Он сейчас на оливье смотрит, ему хочется вырвать. Ну, не то, что я его каждый день готовлю, но на праздники. Он говорит, мама, только не рассказывай мне, что когда я был маленький, я это ел. Я это, говорит, слышу каждый раз. Он уже знает. Я говорю, как ты был маленький, ты ел. Он говорит, мама, только не говори мне это. Я говорю, как ты был маленький, ты ел. Он падает и сразу замерзает. Снег идет и замерзает сразу. Снег, дождь. Все замерзшее. Земля, кажется, что это просто дождь. Но если вы вступите на землю, то вы уедете сразу. Такое природное явление. Фризин Рейн. Тряпочка, ты повытирала уже все этой тряпочкой? Теперь решила себе вытереть личико? Да. Да? Это же грязная уже тряпочка, правда? Ты уже ей повытирала игрушечки. Габи мой золотой. Так, сегодня, конечно, сумасшедший дом. Мне не получается, с одной стороны, много снимать. Поэтому хорошо. Не будет длинное видео, я надеюсь. Вот. Мы позанимались с Сидошенькой, с Габочкой. Я помыла вот здесь сейчас поверхности. На кухне немножко прибралась. Потому что я хочу... Посмотрела... Так, где я тут? Посмотрела передачу. Господи, как... Сейчас не скажу, как. Тоже, в общем, мне продолжают эти рекомендации, так как я смотрела вот те передачи про экономную кухню, купомания. Походу, наверное, это как-то из той серии. Как итальянцы готовят. Какие классные рецепты. Как они делают пасту, как они делают ньоки, вот это ганочи. Ой, и все вот эти вот фетучини, петучини, литучини, лингуини, блин. И все, что там есть. Я загорелся, я хочу сейчас сделать яичное тесто. Значит, там у них основной рецепт такой, что на 100 грамм муки одно яйцо. Такое прекрасное желтенькое тесточка получилось. И оно не видно, насколько оно желтое, потому что все желтым отдают. В общем, оно желтенькое, красивенькое. Вот тут у меня, ребята, 4 яйца. Не пожалела. Вот, так что тесто я замесила вручную. Сейчас мы ему дадим отдохнуть полчаса, пока как раз пойду. Сниму там белье, поделаю свои дела. Приду, и мы с детками будем раскатывать. И делать с баллонезом. Ну, баллонез такой на один раз я сделаю. На один раз, может быть, не на один раз. Я сейчас подумаю. Потому что я планировала делать пельмени сегодня. Сейчас, честно, что-то подустала я уже. Хотя рановато еще мне еще суп варить. Возможно, даже сделаю большой баллонез. Да-да, сделаю большой баллонез. И мы его сможем разделить на завтра, на сегодня. Максимум, если не из этих макарончиков, а из других. Классная идея. Видите, как я хорошо думаю с вами. Классно, классно. Получаю ваши комментарии. Сейчас вот, ну, каждый раз что-то поделала. Раз, смотрю комментарии новые. Но я не в компьютере, в телефон у меня приходит просто на почту. Раз, смотрю. Еще написали. Еще я не читаю. Я утром завтра встану. То есть я читаю, но только лишь вижу, если комментарий длинный, я вижу только его верхнюю часть. Уже завтра утром проснусь. Открою, почитаю, отвечу всем. Так что, ребята, спасибо за ваши комментарии, за вашу поддержку. Я очень-очень рада, что вы со мной и поддерживаете меня. Только благодаря вам я знаю, что вы ждете. Я утром с большим удовольствием встаю. Три дня пока что только. Посмотрим, сколько я буду держаться. Я собираюсь держаться. Я вам еще хотела показать. Я говорила про ганочи. Помните? Две минуты назад. Вот я говорила, что... Нет, я в прошлом видео говорила, что я покупаю ганочи, которые в косточках. Вот эта упаковка. Сейчас в шкафчике разбирала, доставала еще муку. И вот у меня еще здесь осталось две упаковки. Вот это 5 долларов, где у которых есть готовые ганочи. После готовности всю пасту я вспомнила об этом. Вот это. Ниоки ганочи. И я говорила, что ганочи... Вот утром сегодня еще говорила, что ганочи, которые я делала вручную по рецепту, книга у меня из пампкин пире. Готовая из пампки, там в определенных пропорциях с мукой, и получаются вот такие ганочи. Только их надо делать намного меньше. И, кстати, в этой передаче они показывают, какие правильные размеры ганочи должны быть, для того, чтобы они не были тяжелыми. Потому что кто знает это, он знает, что это тяжелое такое для еды на зубах может остаться. И если они большие такие, то требуется много соуса. Когда они маленькие, их можно есть с маленьким количеством соуса. В общем, короче, вот в этой упаковке в Костка продаются. Я думаю, что вы видели, у них, по-моему, они всего лишь одни. Вот. Ну, не каждый раз, но я беру. Для разнообразия иногда вот так, на быструю руку, они варятся ровно минуту после закипания, так что. Так. Да, да, молодец. Ой, какое тесточка, как пластилин. Какая приятная. Да, Габи, hands to hands, да. Только не надо hands делать. Хорошо? Просто катай. Хорошо, Габи? Молодцы, умнички мои. Катайте. Не-не, не надо спешить. У меня есть как раз такой ролик. Который поможет мне сделать красивую форму при разрезке. Деткам сейчас дам, будем делать. Фарфале, фарфале. Вот, Габи, покажи, как ты делаешь. Умничка, положи вот здесь, здесь, здесь поставь. Поклади. Вот ручка, бабочка. Бабочка получилась. Покажи. Баби. Вот, молодец. Покажи. Да. Ой, Габи, осторожно. Да. Бабочка летает. Смотри, бабушка. Да, тут крылышки должны быть, да, вот, свободные. Молодец, Эдоша. Делайте так. Вау, какие молодцы. И габи. Да, еще на габочка делай, на еще. Сейчас мы будем дальше другое делать уже. Молодцы, детки мои. Будем делать папардели. Что папардели? Мы сворачиваем тесто в несколько слоев. И просто режем его ножиком, а потом раскладываем. Сейчас я покажу, как это делать. Long. And short. And long. Long. Где, скажи мне, габочка, where is short? Long. What is short, Габи? Where is short? Short piece. Show me. Show me the short piece. This is long. And what is the short piece? This or this? Ну, это. Это short. Молодец. Инга, бисок, Ю. Да. Эдоша, тебе нравится? Я буду шорчать. Так, с лорописом. Да, сейчас мы сделаем к нему еще мясной соус. Будем кушать. Вот, да. Смотри. Это long. Yeah. Long. Long. Хороший. А ты, подожди, Ода. Какой? Вот, одним словом, дети наделали мне макаронных изделий. Все это, все наше личное отец. Вот, мы это в супе варим. Значит, здесь я делаю уже соус, в котором они будут. Значит, здесь у меня овощи пикини, морковочка, лук. Все это тонко-тонко нарезано на экономки, как будто бы, на экономный ножом. Так, говяжий фарш высококачественный и свиной. И сейчас, когда оно все обжарится, и будет таким уже суховатым даже, я добавлю стакан воды, даже больше, чем стакан воды, и добавлю сюда чистую томатную пасту. Не помидоры, а томатную пасту. Протусится это полчаса, и будем тушить. Это наш ужин. Паста варится. Баланес готов. Та-дам! Приятного аппетита! Я чистила лук и плакала, поэтому тоже немножко подтекла. Все, ребяточки, еще сегодня мне нужно выехать по делам немножечко вечером. Поэтому на сегодня буду заканчивать. В конце я посмотрела, уже блок получился у меня. Опять длинный. Я сейчас смотрю, что я могу где обрезать, урезать, потому что, ну, блин, ну не хочется урезать, столько всего рассказала. Опять длинный получился. Ну, что делать? Я надеюсь, вам было интересно. Все. До завтра. Хорошего дня. Кому-то спокойной ночи. Бай-бай! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!